2013 год, мы находимся на выставке «Контроль» в Германии. Наш стенд в Гитаре Генбаха. Здесь у нас Алексей. Будет порядок. Порядок? Все в порядке у нас. Что у вас нового в этом году? А, у нас нового в этом году? Вот такая вот штучка. Приборчик для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Вот этот вот рассифицирован, полностью готов для использования на российском рынке, на рынке России и СНГ. Работает. Достаточно просто. Вы включаете его, просто прижав к поверхности. И сразу же видите измерение. Как измерения, так и поверхность. Тип поверхности, из которой он сделан. В этом случае мы видим черный металл. Если мы, например, померяем, как эта дверь цветной из цветного металла из алюминия, он нам покажет, что металл ОДД краски цветной. Приборчик незамысловатый, но он достаточно умный и надежный. Что нового именно в этом приборе, так это, во-первых, подсветка. Подсветка, которая позволяет вам, помимо того, что в темное время суток проверять лакокрасочное покрытие, так еще и можно посмотреть под разными углами, каково состояние лакокрасочного покрытия. Если там риски, голограммы, сколы и прочая ерунда. Видно? Угу. Отлично. Соответственно, ничего не скроется от вашего глаза. Что было с машиной? Мы можем замечательно посмотреть. Например, эта деталь явно у нас окрашенная. Берем, измеряем толщину покрытия на месте, которое покрашено в заводских условиях. Получаем значение. И здесь мы явно видим, что деталь была восстановлена. Там явно какое-то повреждение. Измеряем и видим, чем ближе к повреждению, тем толще, соответственно, слой, нанесенный на него. А это может быть грунт, шпаклевка, еще один слой лака и прочее, прочее, прочее. А вот здесь по слоям, здесь получается обшлифованная. Здесь, да, здесь шлифованный металл и база, насколько я понимаю. Нет, вот просто, даже база, ничего не нанесено, просто зашлифовано. То есть, снят вверху свой лаком. Да, 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 то есть, под покраску. А вот оригинальный. Получается, все равно, то есть, разница видна даже здесь. Точно не попасть невозможно. Да, а это уже где-то у нас с грунтовкой. Грунтом, да. Это уже с базой. Это уже готовая база и лак. То есть, соответственно, для сравнения, участок где они крашены. Вот, да. Весь район рядом. То есть, практически в два раза. Да, почти в два раза. Очень видно изменения. И на покрытии автомобиля, покрашенном в заводских условиях, такого расхождения быть не может. Максимум одной детали, это 10-15 микрон. По всему кузову, это порядка 30 микрон. Вот здесь, в этом месте, получается, была большая царапина. Ну, вмятина даже, можно сказать. Да. По ходу. Если можно даже... То есть, она, соответственно, с самого начала, она была... Да. И вот в этом месте больше миллиметра. Больше миллиметра уже нам ничего не покажется. То есть, как миллиметр... Это алюминий у нас, на алюминий. Да. Да, на алюминий. На черном металле он показывает до двух миллиметров. И мы видим изменения. Чем ближе к краю, грубо говоря, этой пропасти, которая у нас там есть, тем больше... Тем больше... Тем больше значения. Работаем по принципу кахаловки. Можно сказать. Здесь вот, видимо, она закончилась. А нет, вот она продолжается. Вот в этом месте была большая такая мета царапина. Видимо, да. Вот здесь вот была. Соответственно, ее заделали. Да. Мы ее нашли. Соответственно, мы узнали, что есть у машины некие дефекты. Если они не очень значительные и вам машина нравится, вы хотите ее брать, вы ее, скажем... А, нет. Вы ее, например, продаете. Да. Вы получаете за нее денежку наличные. Вот такие у нас шуршащие еврики. И как узнать нам, настоящее ли это еврики, ехать в банк, терять время. Зачем? Когда можно узнать это на месте. У нас также в этом приборе есть подсветка ультрафиолетовая. При помощи которой мы можем проверить деньги и узнать настоящее ли о них. ПТС, как портфель? Можно, да. ПТС, как портфель? ПТС, как портфель? ПТС, как портфель, проверить на месте. Настоящее ли она или нет. Ну, такие легкие усовершенствования, которые были сделаны в нашей компании. Вот. Приборчик имеет защитный резиновый чехол, который защищает от падений, от незначительных ударов. Конечно, экспериментировать и с двенадцатого этажа его бросать не стоит. На это гарантия у нас не распространяется. Чехол с ним. Снимается легко. Снимается легко. Под ним вы видите сам прибор. Ничего такого сверхъестественного. Две батарейки серии 3А, который хватает на порядка 9 часов беспрерывной работы. Это, ну, у профессионалов это более чем полгода, который используется практически каждый день. Вот. Соответственно, приборчик нужно калибровать периодически. Калибровка сама, достаточно простой процесс. Все, что нам нужно сделать, это дать ему два значения. Нулевое значение, соответственно, голая металлическая пластина. И заранее известное значение, у нас в этом случае 102 микрона. Говорим приборчику. Приборчик, вот это у нас 0. Коротко нажимаем на 0. Затем кладем пластинку, которая входит в комплект. Измеряем ее. Нажимаем на кнопку K, калибровка, удерживая 4 секунды. Загорается надпись. Калибровка отбегает. Видно? Ага, вот сейчас. Калибровка. И затем кнопками стрелочки доводим до нашего значения, которое мы видим здесь составляет 102 микрона. Еще раз кнопкой K подтверждаем коротко калибровку. Прибор откалиброван. Часто это делать не требуется. Вам это нужно только для получения сверхточных данных. Учитывая, что сами вы видели разницу на машине. Там десятки микрон. Порой сотни микрон. То расхождение, которое у вас будет при длительной не калибровке прибора 2-3 микрона, оно в вами просто не будет учтено. А если случайно сбить настройки и при себе не иметь калибровочной пластинной? Случайно сбили настройки. Если у вас нет под рукой ничего, есть функция сброса настроек. Вы нажимаете на ноль, удерживаете. Прибор сбрасывается. После чего он имеет достаточно близкие к калибровке значения. Вы видите 100 микрон. На шайбе написано 102 микрон плюс минус 2 микрон. То есть при сбросе настроек фактически он встает на заводские настройки, при этом встает в свою нормальную калибровку. То есть это самокалибровка? Для автомобиля, да, можно это назвать самокалибровкой прибора, автоматической калибровкой при нажатии всего одной кнопки. Вам, по сути дела, если вы идете за автомобилем таскать с собой эти пластины, нет никакой необходимости. Если вы не уверены в точности прибора, нажали на ноль, подержали 4 секунды, прибор сбросился, и все значения в достаточно неплохом допуске. Сами видите. Очень стабильные показатели. Вот. Вот такой вот интересный у нас приборчик. Также существует кнопка свечей, если вы заметили, зачем она нужна. А нужна она за тем, чтобы включить принудительно режимы замера черного металла или цветного металла. Кнопочка, вернее, надпись А означает то, что включен автоматический режим распознания металла. Соответственно, если мы возьмем сейчас, приложим к черному металлу, он у нас покажет, что это у нас черный металл. Соответственно, если мы пойдем к алюминиевой двери и там приложим, мы уже это видели на видео, и он покажет цветной металл. Зачем нам нужна эта кнопочка? Например, у вас появилась необходимость померить толщину цветного металла на черном металле. Ну, бывают такие случаи. Включаете просто режим того металла, который лежит снизу. И можете измерять металл на металле. Вообще никаких проблем. Точно так же, наоборот, если черный металл лежит на цветном металле. Например, вам нужно померить слой цинка, а цинка у нас цветной металл, на слое черного металла. Включаете принудительный замер черного металла. Измеряете. Для удобства нужно переключить в автоматический режим. Вот такой приборчик. Очень достойное качество. Гарантия полтора года на территории Российской Федерации. В комплект входят, как я уже говорил, сам прибор, батарейки. Они не вставлены в прибор, они идут отдельно. Но если они будут вставлены в прибор, не волнуйтесь, потому что все приборы, которые продаются, они абсолютно все проверяются нашими менеджерами при отгрузке, либо при розничной продаже. Чехольчик. Тоже так же идет в комплекте. Вам не придется ничего покупать дополнительно. Все идет у вас в вашей коробочке. Вот, собственно говоря, коробка, в которой находится, будет находиться вот такой вот чехольчик для ношения на поясе с клипсом. В ней внутри новенькие калибровочные пластинки. Одна пластинка для черного металла, вторая пластинка для цветного металла. Две пластинки нужны для достижения наиболее точных результатов. Если вам, если вы его используете, скажем, не на машине, а в производстве лабораторных условиях, где действительно нужны хорошие показатели. Для автомобиля, как я и говорил, достаточно автоматические калибровки, так называемые самокалибровки. Вот. Как он... То есть, чтобы выявить расхождение на различных деталях. Да, этого более чем достаточно. Соответственно, идет инструкция на русском языке. В конце гарантийный талон. Обязательно смотрите, чтобы была печать. И проставлен номер, серийный номер прибора, который есть у вас на коробке. И также есть в устройстве на крышке батарейного отсека. Вот. Обязательно должен стоять номер и дата продажи. Без этого гарантийный ремонт производиться не будет. Производство? Производство Тайвань. Достаточно большой завод. Находится в Тайване. Делает большое количество измерительной техники. И сделан этот прибор совместно с немецкой фирмой, собственно говоря, на стенде, который мы сейчас стоим. Называется она Ятария. Ее сайт вы можете найти Ятария.де или Ятария.еу Европа. Вот такая вот штучка. Модель 111. Она универсальная. Она измеряет как на черных металлах, так и на цветных. Модель 110. Сейчас мы видим модели, которые сделаны именно с Германией. Именно с бронзами Итари. Они здесь не рассифицированы. Они имеют английский спой, прошивку и все однородные. Вот. Модель 110.е измеряет только по черному металлу. Она чуть дешевле. Она сделана для того, кто выбирает, скажем, не очень дорогие машины, старые машины, старых японцев, например, отечественные машины. И не хочется переплачивать за модель 111. Так что выбор есть. Приборы отличные. Уже зарекомендовали себя на рынке. Продано несколько тысяч. И я вам хочу сказать, что пока не было еще ни одного брака. за полгода который прибор у нас на рынке. Так что покупайте наши приборы. Заходите на наш сайт. Там есть много интересной информации. Таблички с толщинами. Самая эксклюзивная информация, которую мы представляем. Таблички толщин для автомобилей. Для каждого автомобиля существует некая норма толщины лакокрасочного покрытия, которая выходит с завода. Ни один завод в мире не дает эту информацию публичную. В России менеджеры нашей компании представители сами ездят к дилерам, к представителям завода. Измеряют на месте сверхточечными приборами толщину и окрасочного покрытия. И уже мы сами заносим в эту табличку эти данные. То, что вы видите в интернете распространенное. это наша информация по сути дела. Мы ее собираем уже на четвертый год. на четвертый год. На четвертый год. на четвертый год. на четвертый год.